Что ж, привет народ, и мы продолжаем веселиться в рай с сану в роум. Сперва, заставь меня раскрыться. Наносил удар. Марик, чтобы ударить меня, заставь меня раскрыться. Я понял, просто я блок этого ждать не стал. Вот так. Отлично, сынок. Еще раз. А теперь ударь меня. Трижды. Тебе не больно? Давай заново. А, только дважды. Что он сказал, да, трижды. Еще разок. Готово. Ну и сколько тебя можно бить так? А нанести три удара? Три удара. Или не в счет. Три раза, Марик. Три раза. Отлично фехтуешь. Именно последний удар на односить счетом. Приготовься. Два идеальных отражения. Ну давай. Тебя всего мгновение на выход. Соберись, Марин. Время решает все. Снова. Жди возможности. Попробуй еще. Черт не успел. Мне сложно наживать именно в определенный момент. У меня очень плохая реакция. Не знаю почему. Пошли сильно плохая реакция. Нужное время. Заново. Нормально, нормально. Отлично. Вот. Ну все или нет, или ты еще что-то хочешь. Теперь комбинирует движение. То есть я покажу такие комбы. Идеальный удар быстрее, чем... Не значит, что пристили идеальный удар, чем эти вторые. Понятно, да. Заставь меня раскрыться. Двигайся, Марин. Жди подходящего момента и бей. Заново. Объединяй движение. Верное движение. Вот так. Мастерские. Горящий ворлайб. Добавить огушку с каждым разом хорошо, да. Печальный, но великий день. Сын впервые победил отца. Почему печальный? Очень долго. Почти за течителя. Не надо встречать мир с ним. Вначале приходи без оружия. Пройдемся, сын. Я слышал, что время нынче неспокойно. Да, пришли опасные времена. Эти выборы могли бы многое изменить. Да, еще колизеи не разрушены. Даю это тебе. Как и твой дед когда-то отдал это мне. Когда придет время командовать людьми, вспомни мой рассказ. Легенды гласят, что Дамокл был великим воином. Признанным вождем огромной армии. Во время великой битвы грустливые генералы бросили его. После смерти Дамокл попал в подземный мир. И Немезида, богиня мести, пришла в ярость от того, как обошлись с героем. Она вернула его на землю в облике духа мести. Центуриона в черных доспехах, который ищет генералов-предателей, чтобы покарать их. До сих пор многие командиры носят кинжалы с изображением Дамокла. Кинжал напоминает им, что они не должны бросать своих. Не то восставший из мертвых черный Центурион отомстит им за все злодейства. Центуриона в центре Рима. Как? Кто-нибудь может объяснить, что они тут делают? Кто бы отпустил колизей варваров? У нас практически колизей через дорогу. не так крепко. Случай. Смотри, что собрался. Смотри, что это все за меня добивает. Мы не успели. Забыл то, что не с мечом. Нужно вести по миру. Убить его! Черт! Ты порядка? Римская отродья. Не римская отродья, я человек. В отличие от тебя. Ты зверь. Знаешь, если что мне не нравится в современном мире? В плане вообще причесок, мне кажется, что мы возвращаемся к варварским временам. Вот реально прически, которые были варваров, сейчас в моде. Вот такие, знаете, странные выбритости на голове. Не знаю, но такое ощущение, что мы, знаете, деградируем в каком-то плане. Знаете, в плане одежды, мы стали наносить меньше одежды, мы стрижем. Ну, не все, конечно, но многие нас стригутся как-то, знаете, как варвары какие-то. Не знаю, как-то это все... Особенно в России как-то заметно. Хотя не только в России, везде заметно. В Испании даже больше, чем там заметно. В России нет. В России еще более-менее теплится что-то. Надо выстрелить доп. опыт, кстати, чтобы зарабатывался. Это полезная штука. Мари, нас хотят убить! Нужно попасть в здание Сената и спасти моих людей! Ну, или подраться с парнем со щитом системы. Как ты? Это как вариант. Давайте улучшение навыков сделаем. Ярость. Это не все навыки. Еще есть как раздел, по-моему. Настройки гладиаторов. Еще какой-то есть раздел, насколько я помню, в котором еще что-то можно настраивать. И там ценники уже огромные. После 10 идеальных ударов. Да! Я хочу это. Хотя, так, постойте. Здоровья хочу побольше. Это нам пригодится в итоге. Солдат. А так далее. Ярость. Учащий случай. Ярость. Повышение. Опыт после успешного действия. Ярость. Опыт. На опыт этот, который мы получим, после успешных действий, мы в итоге еще больше всего купим. Я помню, где-то еще какое-то меню настройки было. То ли да, то ли нет. Ладно. А до меню приемов еще какое-то было. Или там можно приемы выбирать, но я не помню сейчас где оно. Раз. Два. И удачный убийство. Так, мы идем в городе. Больше всего мне нравится в этой игре звук брони. Звук все. Вообще, я должен сказать, что я не любитель Рима и Древней Греции. Не нравится мне этот период истории. Не интересен он мне. Мне интересно, вернее. Я не говорю, что мне вот эта игра скучна. Нет, игра нравится. Как период истории. Не то, что неинтересно. Я больше предпочитаю... Или древнюю историю. Мне интересно, откуда славяне произошли. И все это остальное. Потому что там... Точно сведений же нет. Мне интересно больше, знаете, средневековье, я бы сказал. И вот совсем история, так сказать, античная. Но античная не Рима и Древней Греции, а других областей мира. Как и что было там. И потому что, как бы, античный Рим и Греция, это, как бы, это популярно. Это все знают. А вот мне интересно, а что было в других местах? Что происходило, скажем так, там где славяне жили? Что было, когда в Южной Америке, в Северной, в Африке? Мне это интересно. И как и другие европейские страны. Ведь там Рим не всей Европой, так сказать, владел. Были и другие страны. Так что... Мне все это интересно. Я бы сказал, даже больше, чем Древней Рим и Греция. Она меня спасла, кстати. Духи бывают милосердные. Вселение урона, усиление опыта. Вот, снова 250. Вот это уже приличная цифра. Новый свиток. О, почитать можно, кстати. Хроники, свитки. Как видите, их очень много. Сенат и народ. Вот, как давно, кажется, минули те дни, когда я был в армии. Как тяжело бы маршировать через коварные леса. Не хочу. Вначале был свит. Как видите, свитков везде много, но... Я как-то не буду стремиться их собирать, ребят. Я хочу вас сейчас предупредить, что я не любитель собирать свитки. Мне больше нравится сюжет. И в этой игре как раз хочу именно побаловаться сюжетом. Ну, как побаловаться пройти. Давай, бежим. Бежим, папка. Бежим, папка. О, давай биться! Нет, я бы сегодня, может, и пораньше начал проходить эту игру. Но учеба у меня поздняя. К тому же мы еще сериал смотрели. Черное изъяло. Зеркало знаете такой? Британский сериал. И посмотрели самую первую серию, где премьер-министр Великобритании, ну, выдуманный там, естественно, премьер-министр, ненастоящий, должен был, как бы, ну, понимаете, дрюкнуть с меню. Дрюкнуть ее в попу. И да, да, это на ТВ показывают. Поэтому, если вы хотите сказать, что обещание деградируют, то можете, вот, как раз, ссылаться на такие сериалы, где премьер-министр должен дрюкнуть свинью. И он ее дрюкнул там. Я знаю, наверное, два спойлера, но он ее дрюкнул. Я должен позаботиться о своих людях. Ты должен найти платье. В амфитеатре, приведи его на форум. Мы защитим твоего отца. Иди. Хорошо, я приведу этого парня на форум, и мы будем писать там посты типа Азазала Аллы, ну, всякие такие. Тут как бы все просто. Беги себе, лазай. Знаете, мы просто остановимся и полюбуемся. Ей. Давай тряпку перескакиваем. Я думаю, это и одним ударом мяча можно было. Хотя нет, это можно было и красивее сделать. С точки зрения физики. А так, конечно, игра очень хороша. Даже, вот знаете, я даже покупал Xbox One чисто ради этой игры. Вот чисто, вот ради нее. Потому что на PlayStation 4 мне до сих пор не один эксклюзив, не нравится. Все то, что пока на нем есть, это... Вы знаете, такой вот, ну, вот као. Знаете, као для любителей. Потому что я... Киллзоту, блин, вот этот... Я знаю, как бежать. Спасибо, что игра, что... Ну, подсказываешь, могла бы реально сказать. Рим принадлежит народу. Город для народа. Империя для народа. Черт. Да, тут есть там с пиццелем. Вниз, вниз. И да, киллзон, в принципе, четвертый. Ну, да, какой-то сюжет там есть. Да, в принципе, игра неплохая. Но могла бы быть и лучше. Не знаю, по-моему, графики там ничего нет. Знаете, Infamous Second Son, да, та же фигня. Что и второй Infamous Second Son. Ну, город другой, так сказать. Персонажный другой. Графики, конечно, на высоком уровне, на высочайшем. О, блядь, я считаю. Я считаю, графика, это все, что есть пока что. Игр на PlayStation 4. А каких-то интересных сюжетов, поиск людей, в том, как-то... Не знаю. Вы со мной, наверное, не согласитесь, но ничего я не нашел для себя. Интересных сюжетов на PS4. Ни киллзон, ни... Новый Infamous ничего из этого не порадовал. То есть, да, я поиграл, но больше даже для зрителей, чем для себя. Но киллзон нормально. Он киллзон, я, кстати, даже могу оценить как-то, адекватно скажу. Он хорош. Причем очень хорош. А... Ну, с сюжетом есть, конечно, но все равно. Знаете, как-то большего ожидаешь от эксклюзива для новой консоли. Ожидаешь прям, знаете, что это будет самое оно. Что ты просто поиграешь и... Как Heavy Rain или Beyond the Soul. Что ты будешь сидеть в ступоре. От... Просто впечатлений. У тебя будет море. Я как-то не испытал никаких. Просто он поиграл, но... Что, что, вроде, неплохо. А вроде... Игра как игра. Ничего необычного. У меня такая претензия. Просто, что как-то ожидания не оправдались. Что ожидания много большего. На консоли-то на саму мне плевать. Потому что я же, не знаете, не дрочить на эту коробку черную буду. Я на ней играть буду. Я не волнуют, как она выглядит, что она может. Меня волнует. Я вставил игру. И мне хочется, чтобы эта игра была интересной. Если интересных эксклюзивов нет, чем Xbox будет лучше... Вернее, чем PlayStation 4 лучше Xbox One. Если на её нет интересных игр. Уже ничем. Потому что консоль, это же игровая платформа. Меня не интересует ничего, кроме игр на консоли. То есть я покупаю... И покупал... И... Xbox One чисто потому, что мне понравились эксклюзивы. Она на момент выпуска. Этот... Я в NEC поиграл, ребята. И NEC мне вообще не понравился. Я просто играл и думал... Да, неплохо. Да, что-то есть. Но именно, что неплохо. Не... Не хорошо, не идеально. А просто неплохо. Так, нормально. Играть можно. Что-есть, что-то есть, но... Не знаю, знаете, покупать консоль ради этих игр, а там ради гиллзоны... И феймса я бы не стал. Может быть ради Uncharted стоит? Бонус разрушения. Нет, ради Uncharted не может, а стоит. Uncharted будет вот... И Орден, я уверен, будет хорошей играть. То есть вот игры хорошие только выйдут. Знаете, после вот где-то полутора лет, после выхода консоли, только выйдут такие интер-игры, которые мне интересны. Так что я, честно говоря, покупал PlayStation 4 чисто для зрителей. А для себя я покупал этот сон. Потому что тайтлы, анонсированные для него, выглядят куда сочнее пока что. Пусть Sunset Overdrive не совсем моё, но, в принципе, эксклюзивы, в принципе, ну, учитывая, что, знаете, учитывая, что эксклюзивы, которые мне понравились, с, так сказать, коробочки вышли на пекарню, как-то уже и смысла в обеих консолях я не вижу. Знаете, что одна, что другая консоль. Играть не можно. Ну, вернее, есть во что, но... Лично мне не понравилось ни одна, ни другая игра. То есть, опять же, не понимаете, мне неправильно, что мне совсем не понравилось. То есть, да, понравилось, но именно, что нормально. Именно, что вот не больше, чем просто хорошо. Счёт один. Да, его уже удар нельзя отклонить. И вся суть, ребята, в том, чтобы дождаться, когда можно кайзь провести. Мы здесь не пройдём, Марий. Вернись и опусти этот мост. Ладно, сейчас вернусь. Ладно, видимо, придётся использовать мои навыки ассасина. Ну что, ну журца кто-то выйдет или как? Вообще, слэшеры, знаете, это такой интересный жанр. А почему, Марий? Помоги мне! С предметом расстояния помощи пилумов. Слэшеры это интересный жанр, потому что, в принципе, их не так уж... Качественных слэшеров не так уж и много, знаете. Я месил его с мячами полно, а вот именно хорошего... Хороших слэшеров не так уж и много, если подумать. Смотри, я уже легенда какая-то. Я для них уже, знаете, как это тот Марий. Я не генерал ещё тогда был. Нелогично, что они используют фразы, которые не должны как-то... Он скоро умрёт! Слышишь меня? Свой отец! Умрёт! Бери, пока можно! Ужай! 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 Мне нравится, как он по шее бьет штукой и готов. Он падёт последним! Ужай! 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 Мне нравится больше европейский мечи. Знаете, такие длинные мечи? Вот в таком-то Jake были довольно-таки короткие, да. Мне напоминает, что качайся, чувак. Что ж ты, очки накопила, а качаться не хочешь? Так Центурион. Да, самое главное — здоровье, ребята. Его нужно укреплять. Увышение, да, ещё вот сюда вложимся... Молодец быстро все открывается. Так у нас ещё 27 000 каз, вполне можно качаться. вместимость вооружения не спаси мне столько не нужно еще есть на так список лидеров она точно вот в этом казни можно улучшать их и они довольно дешево с тут брак у моего так это моя рука удары впечатляющая течение руки кружащий удар щитом удар в грудь это мне нравится еще покупка хауд поэна хауд лукром хочешь жить умея вертеть смертельный удар удар кинжалом в живот и почки это тоже хорошая штука так и дэос фортио фортио рибус одессы более настроение сильнейших дэос это бог смертельный удар порез руки размашь то что это уже не качнем а вот это гонка вооружений это двойная кассе удар удар держал живот сечение правой руки так я бы я хочу двойную казнь это дэмона сдам найти и кальций рожков в проклятых демонов двойная кайф до живота сечение левой руки чтобы и нет тут уже дорого да и как видите мы здесь можем качать урон свои одиночные жестокие быстрый кайф набивает вашу носу метельный удар музыкальный удар двойная кайф до спины кайзи со спины тут вроде как все прокачано не знаю почему мир я тут тут все кстати есть да как видите я не знаю почему мне казалось что я это раньше качал кайф со спины кайф лицом к лицу это тоже все прокачано то ли закрыто или закрыт или прокачано одно из двух так после всех действуются не погодите прозвание верхней части руки рей груди кару морта и все больше мы не прокачаемся я пока что авокад как авокадо только авокадо я звание если честно не знаю римский там кто кто как называть знаете кто-то считает что это как ты не учился в школе что ли не изучал древним ребята ну если кто-то знает там не знаю все звания римские там оружие наизусть знаю в моей школе были чуваки которые там наизусть знали все римское оружие там всякие киржалы я не знаю вот я без понятно что у нас сейчас в руках как называется я для меня это меч для это короткий меч короткий и это меч я вот так ориентирую а в видах меча я не разбираюсь извините и да для некоторых это как-то позорно что вот ты не знаешь там как-то можно не знать кто-то читает как как можно там иметь пятерку по математике как может там уметь решать простые задачи а я могу сказать знаете как можно не знать английский идеально вот такого можно не знать как можно не разговаривать на английском свободно я тоже так могу кто-то знает одно кто то другое я мог так говорить я же так не делал хотя иногда раньше бывало желательно сказать как можно простых слов не знать даже парни там явно простых или похожих на русские просто вы знаете один в один как русские слова и депутат и такие люди такие слова люди запоминают ну я нормально отношусь каждому свое каждый сам делает то что он хочет знает то что ему нужно потому что мне например вот какие мне преимущества в реальной жизни дают знания не знаю названиями все там разных типов мечей использовавшись которые использовали римляне что это мне дает в жизни ничего именно в реальной жизни это мне ничего не дает никаких преимуществ не знаю можно как-то знаете выделаться не знаю в каком-нибудь клубе любителей древней времени ну и что мне например все равно там знает человек что-то что я знаю не знаю каждый знает свое кто-то знает бухгалтерию кто-то кто-то умеет знаете фильмы монтировать и с камерой обращаться кто-то со звуком хорошо работает я это очень хорошо познал за последние несколько дней и так сзади подкрался гаденок каждому свое у нас например кто-то у нас в монтажной например сегодня мы монтажом там занимались как бы тренировались кто-то в монтажной вообще еле-еле там я там работал за три часа там только ролики смогу более-менее организовать ну их было там много много в принципе а я их ну я там за полтора часа уже как-то более-менее их пронумеровал организовал и что-то я быстро монтировал а кто-то там я видел стоял сидел долго монтировал там я вот быстрее монтировал я раньше все захочу монтаж предварительный скажем так сырой каждому свое кто-то в чем-то хоро кто-то хороший продюсер но будет плохо монтировать наоборот я не успеваю отбивать их удары и дальше я помню как-то можно не знать разных запросах кораблей там китовые паруса еще какие-то бруса брамс или фон брамс или как-то можно не так это можно не знать ну не всем давно узнаете не все хотят знать паруса у меня даже порта рядом нет я не живу рядом с портом естественно там сын моряка будет знать все эти брамс или фон брамс или я вообще с морем никогда дела не имел скажем так никогда даже на корабле не плаваю далеко ну на лодочке было дело но как-то далеких путешествий на корабле у меня не было и как-то и желания нет то есть не то что я против но как бы нет желания на корабль сесть и куда-то поплыть я не люблю это это долго мне больше нравится на самолете полетел знаете добрался с точки А в точку Б и все занимаешься своими делами все хуже чем я мог вообразить там много хуже ты должен спасти Рим спасти от спасти от них от самого себя от предателей от хандонов ублюдки ублюдочные варвары ублюдки ублюдочные варвары я сделаю как ты просишь отец я спасу от них Рим пролью их кровь я командир виталиона с четырнадцатого легиона я сражался с твоим отцом если ты жаждешь крови то я дам тебе ее столько сколько выдержишь ты же из второго легиона да уже не добро пожаловать в четвертый виталион проследил чтобы я закончил подготовку и сдержал свое обещание с четырнадцатым легионом я пролью море крови остров британия мерзкое логово на краю империи дом ублюдков которые убили мою семью и начали восстание охватившие весь Рим после моего перевода в четырнадцатый легион мы должны отправиться на эти острова я отомщу подавляя мятеж и тут начинается самое интересное и живописное ребятки в тот момент когда я сваркаюсь да это вон конечно на английском озвучка может звучать несколько более брутально и я объясню почему оу варики приготовиться к причаливанию после катстана заходы и он цепи поднимаются нам куда-то подойти кто будет распит трепетки дальше вот здесь деревья хитрые твари блин цепи и и и и Продолжение следует... Проглючило тебя, вот не надо было грибы есть. Берега тут совсем недружелюбные. Ну что же, скалистый берег. Энгланды, скажем так. Что же, а продолжим мы в следующей части, ибо это новая глава, ребята. И называется она «Испытание огнём». И в следующей части мы пройдём это «Испытание огнём». Как вы видите, я прохожу, каждая глава примерно одну часть у меня занимает. Так что... Я думаю, в ближайшее время пройдём. Завтра точно. Я эту игру проходил часов за шесть, ребята. И так как я её сейчас знаю, пройду часов за пять. Я уверен, за четыре-пять часов мы её за рога возьмём и так жахнем, что ей понравится. Так что, спасибо за просмотр. И до следующей серии. Субтитры подогнал «Симон»